Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберца. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов власти. Встречу провел глава Владимир Ружицкий. На минувшей неделе люберецкими сотрудниками органов внутренних дел проводилось два профилактических мероприятия. За семь дней полицейские зарегистрировали 241 происшествие. Из них три причинения тяжкого вреда здоровью, которые раскрыли по горячим следам. Также на территории Люберецкого района было совершено два грабежа, один грабеж раскрыт. Общее количество краж 22, значит 15 краж раскрыты. Также один раз изымались на территории Люберецкого района боеприпасы. В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, было выявлено три факта постановки на миграционный учет иностранных граждан незаконные по всеми возбуждены уголовные дела. Кроме того, на территории обслуживания второго отдела полиции правоохранителями было изъято свыше 500 бутылок контрафактного алкоголя. Сейчас по данному факту ведется предварительное расследование. В свою очередь, люберецкие огнеборцы за прошлую неделю осуществили 23 выезда по сигналу тревоги. Ликвидировали пять пожаров. Два из них произошли на территории Люберец. 17 ноября автомобиль легковой, город Люберец, улица 8 Марта, дома 8. В результате пожара пострадавших нет. И 18 ноября в 4.06 город Люберец, улица Транспортная, дом 6. Территория завода ЛЭМС, цех, склад готовой продукции. В цехе, складе, раздевалке, помещение частично обгорело. В результате пожара также пострадавших нет. Прошлая неделя в сфере ЖКХ выдалась спокойной капитальный ремонт домов. Идет согласно графику. В основном работы ведутся на внутридомовых инженерных сетях. По выполнению программы «Мой подъезд» всего 1298 подъездов запланировано на этот год. На сегодняшний день выполнено 1217 подъездов, что составляет 94%. Выполнение программы «Доступная среда» в настоящее время оборудованы тактильные плитки, входные группы на 152 МКД. Необходимо отметить, что ремонтные работы проводятся и на Люберецких дорогах. За минувшие 7 дней силами МБУ Люберецкая ДЭП заделано 140 квадратных метров ям. Также работники предприятия выполнили обустройство пешеходного перехода на улице Льва Толстого. Кроме того, на оперативном совещании обсудили вопросы благоустройства. Ежедневно проводились работы по уборке городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 74 единицы спецтехники и задействовано более 600 человек. Проведены работы по санитарной опиловке 18 и вырубке 31 аварийного дерева. О спортивных достижениях наших соотечественников на заседании доложил Владимир Сурков. Так, со всероссийских соревнований по лёгкой атлетике в Казани 7 спортсменов вернулись с призовыми местами. А с турнира Кубка Мазовия в Польше люберчане привезли 3 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.